каждое утро у нас начинается с того чтобы поймать хитрую кобылу ласточку того чтобы заседлать для этого мы привязываем аркан 13 метров длина несмотря на это она понимает и убегает все началась беготня вот она вокруг табунка сделает 3-4 круга потом вроде и удается поймать минут по 15 по 20 с утра уходит на это делится по-прежнему две части поймать удается ее только дядя валерия меня она вообще близко не подпускает убегает чтобы нет по-прежнему прибывает двухлетние жрецы байкал дуна и днепр и эфиоп точно сказать не можем получается ли у них выполнять то что от них требуется но вроде бы что-то не пробует вот стоит ласточка какой-то момент она сознает что придется все равно сдаться и валеры подошел все самое главное поймал подойдем поближе посмотрим какие кобылки и какой конкретно жеребчик из молодых бил себе такой небольшой косяк к был колено белогривая от забавы родом еще одна это две годовалые кобылки наверное те самые которые дома у нас зимовали с января да да это не заметил еще один немаловажный момент подкормка овсом в тяжелый зимний период настолько важно что даже эти все кобылки они как бы получается быстрее созревает это у нас дунай жеребчик и они быстрее созревают и даже такие годовалые кобылки на следующий год в возрасте два года могут уже и ожеребиться конечно это не есть хорошо потому что они еще недостаточно выросли но такое может произойти это жеребчик дунай двухлеточка дунай от мексики мексика от суффикса сам дунай скорее всего от баланса потому что на него похоже по масти и по комплекции нет эти наверное как бы не входят в косяк дунай а его косяк входит именно у колена пока она одна он с ней только с одной ходит также байкал проявляет интерес там но там две кобылки одна из них взрослая кобыла это у нас одна глазик на глазик нет вот вот высокого роста кобыла мощная широкая и очень спокойно добронравная настоящие русский тяжеловоз ну вообще все тяжело за не очень спокойно мадонна и и жеребенок жеребчик магнит прячется за мамку зрители предложили такую ключку мадонна магнит амазонка 2 леточка или наверно уже даже 3 леточка не 2 леточка амазонка ваша дочь баланса 25 754 дочь малыша она бы тоже уехала в далекие края но в последний момент мы ее уже решили оставить одна из монголочек ожеребилась вчера находится в другой половине табуна тоже рыжий жеребенок забияка и три года она наверно холостая а если жереба это будет поздно и вообще все модели кобылки будут шеребиться в этом году поздно скорее всего уже после июля ворону х вожачка но она не всегда вожачка иногда рукам она не выпускает иногда подпускает она даже как подпустила к рукам номер таврак к з п 4 42 26 с ворону х с малышом брат и сестра по матери по отцу нет такие коренные матки что у нее там на гобыте на рост какой-то немножко есть монгол очка кобыла куба 25 715 это у куба жеребенок жеребчик а это ее это и и получается наверное прошлогодние двухлеточка кобылка у куба да да это вот получается куба и и жеребенок жеребчик все кибеневку прошел отличку у него не помню пусть будет кубинец хотя у нас в прошлом году были цветы на букву к цвету какой-то надо по списку посмотреть рыжая матросиха 25 763 или 703 это на на ее жеребчик матросики да 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 особо ничем не отличаются же ребята те что ходят в поле и те что стоят дома может быть разве что чуть-чуть посправнее те что дома на молодой траве лошади очень быстро выправляются после кибеневки кобылка здесь канада еще одна монголочка и 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 Это у нас Бразилия, приехали в другую часть Абуна и в Бразилии жеребенок до сих пор точно не пойму Кобылка или жеребчик? А, вот кобыла ожеребилась, вот только-только ожеребилась, еще на ноги даже не поднялся Это арабка, да-да, это арабка ожеребилась, близко не будем подходить Он еще даже на ноги не поднялся Вот здесь в хорошей обстановке Спокойно кобыла жеребица Кнопка Копка Как он на ноги поднимется Копка Там Боливия Ее жеребенок Береза Нажерем его Боливия Боливия У нее кобылка Береза Кличка будет Боливия 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 Кобыла Азия ходит в стороне, лымя полная, в ближайшее В то же время тоже жеребится Была Машка и ее жеребенок Медь Кличка Медь Давление масла пропало из-за того, что почему-то отломилась вот эта трубка маслозаборная А почему отломилась? Потому что была сильная вибрация двигателя по двигателю Ну, чтобы трубка отломилась, это вообще И, конечно, коленвал вот сломан Вот, видим, что сломан коленвал Каленвал мы поставили китайский, самый дешевый, который только был Теперь мы будем этот блок проверять на соозность Все это повезем в город, проверим Но ставить теперь будем вот этот новый Взвешиваем в комплекте шатун с поршнем Вес у нас вышел 5 килограмм 85 грамм Так, держи, папаня Вопрос знатокам Из-за чего может быть вибрация двигателя Если Мы взвесили, скажем, поршня И плюс-минус, конечно, вроде как Они одинаково весят И вот теперь у меня такая мысль Может быть это из-за маховика Может быть маховик не отцентрированный Два коленвала пополам Тут еще есть корзина Она тоже такая прям весомая Неужели из-за этого? Или сам блок все-таки виноват? Ну-ка крутим Балансировка маховика Проверка балансировки маховика По методу Дяди Вани Из канала Крестьяне По трактору идет очень сильная вибрация Сломала два коленвала Купили новый Новый блок Хочется найти нам причину Как нам кажется Коленвал Маховик у нас Вполне Вполне Нормальный Теперь еще причина может быть В корзине сцепления Это он подклинивает Сам подшипничек Немножко подклинивает Да не маховик нормальный вообще Видишь тут есть эти Три дырки балансировочные А есть Ага Не маховик цени Не при делах Ходи бы Все в общем в порядке В этом деле Вот смотри вот Остановился типа да Да Вот сейчас в другом месте вот Ага Давай Поехали Дальше Размеры есть И был Нет Кормодил Все готово Непростая получилась история С новым блоком Новым коленвалом Установили мы его А его зажимает Пришлось везти в город На проверку оказалось На одной из шеек Было Минус пять И На двух было Минус два Заново все проточили Сделали Теперь у нас Все отлично Легко от руки вращается И Мы так же Решили Поставить Новый Маховик И Корзину Нового образца Лепестковую Посмотрим Как она будет работать А что то смотри Давление масла Да Давление Ну так и положено Где-то четыре с половиной Да сейчас Примерно 2,5 гектара костра сеяли в прошлом году 25 апреля но не совсем удачный был сев хотя и норма высева была двойная все дело в том что была очень холодная весна и резко перешла в сильнейшую жару и повлияло на дружные всходы но в этом году видим немножко вроде что-то тут у нас появляется костер будем надеяться на то что он сам по себе разрастется в этом году уже косить местами прям есть неплохие кустики стоят конечно он поднимется мы ему дадим возможность созреть после этого будем косить в надежде на то что этот созревший колосок даст еще больше семян и пока эти сенокосные работы здесь проходят они еще больше на сеяться а вообще хотелось бы чтоб на этом поле у нас получилось такое прям качественное семяное семяная делянка такая для того чтобы в будущем засеять весь этот участок хорошим гастром можно в этом году его уже вместе с пшеницей с овсом размешать и посеять в будущем мы не будем сеять зерно вот он же ребеночек спустя 12 часов уже бежит не отстает от мамки это лакмус догоняет к было по-видимому с косяка баланса вот он побежал за ней выбегает навстречу баланс сейчас будет драка стоит хорошая погода для лошадей это настоящая благодать нет ветра комара полта зеленая сочная трава прохлада такая погода простоит почти весь май а дальше неизвестно пока нет посевов лошади пасутся круглосуточно трапка решила вернуться назад это уже лакмус забрал у баланса дженьшеньку машку крапушка и еще одна кобылка так они ходят раздельно это вечером недели разгоняет их это молодой блин о запутался пришлось загнать табун утром уходит много времени чтобы их всех собрать пега и еще ее три подруги отдельно уходят лакмус и баланс табун делят на две части и расходятся на большое расстояние два часа мы утром собираем это слишком долго поэтому попробуем сейчас другую методику через раз будем загонять пока еще пассивная не началась но хочется чтоб лошади круглосуточно походили еще какое-то время многие кобылы жеребица и остаются пока не рассказано о них не показано так например и жеребилась кобыла эфиопия такой вот у нее же ребеночек рыженький красивенький со звездочкой во лбу по моему кобылка черная красотка с кличками тоже у нас пока не не получается мы на этому этому времени уделим отдельно это у нас здесь стоит черемуха линда она же йога и черная германия с лысенькой молодая трехлетняя кобылка жеребая спокойная это у нас жемчуг от жозефины жеребчик буланая масть такая лысина у него то ли лысина то ли звездочка как назвать только он светло буланы главное как опасно ребята маленьких загоне жеребцы все на эмоциях замечено главное преимущество отдаленного пастбища на котором мы пасли весь апрель это очень малое количество эксодового клеща буквально там на одной лошади в редким случае от одного два найдешь и все здесь же на на пастбище рядом с поселком селом находится очень много клеща если попасти долго то бывало в прошлые годы аж грива выпадала ранее утро лошадей два дня подряд загоняли загон сегодня мы решили попробовать наш старый метод постук дед валера живет за озером туда дальше на том краю села и сейчас на малышах гоню табу в ту сторону там за трассой за полем за озером и за лесом находится отдаленное пастбище на котором можно попробовать еще неделю пока нет посева ласточку заседлал аркан пустил по земле произошла у нас сегодня такая небольшая скажем так неприятная ситуация с утра пораньше неудачно ожереблась кобыла по кличке америка она же азия и это у нее уже случается не в первый раз прям на одном и том же месте в общей сложности кобыли лет 7 примерно за 7 лет он не только один же ребенок нормальный получился сейчас гоним но замечаю один же ребенок давал постоянно ложится колики у него что-то случилось дед валера вышел навстречу и уже ходит в табуне пробует поймать кобылу в этот раз стал привязать ее не просто не давно не до уздок а пропускать через пуздечку через удела в таком случае она не может быстро убегать поймать ее легче сейчас посмотрим малыш ну вот уже поймал все поймал ожеребилась монгол очка кобылка кобылка рыжая лысая это ær��� puisse в у а у а а а а а с что